Вопрос, может ли человек войти в храм для совершения того вида хаджи, который совершает такой-то? То есть бывает такое часто, человек не разбирается в том, как совершить хадж, или не обладает достаточными знаниями того, как необходимо совершить хадж, как он поступает. И у него есть какой-то уважаемый человек, уважаемый шейх, и он едет с ним вместе в хадж. И сам не разбираясь в этих тонких вопросах, что говорит, или в этих вопросах, говорит, я вхожу в храм для совершения того хаджи, который совершает такой-то шейх. Я совершаю такой же хач, который совершает такой-то ших. Его спрашивают, хорошо, а ты знаешь, какой хач совершает твой ших? Нет, я, говорит, в этих вопросах не разбираюсь. Но как он будет делать, я буду делать так. Позволительно такое или нет? Говорит, в Кисахейне, что Абу Муса Алиян приходит у Бухарии Муслима, то, что Абу Муса Ашари, а также Али ибн Абиталиб, которые вернулись с Йемена, вступили в Ихрам, такой же, какой вступил Пророк. То есть, когда они ехали, они не знали, в какой Ихрам вступил Пророк. Что он конкретно хочет совершить? И они как сказали? Они сказали в своем Ихраме, мы вступаем в Ихрам тем видом хаджи, в котором в него вступил Пророк. Но вместе с этим Абу Муса Ашари не вел с собой жертвенных животных. Поэтому ему что приказал Пророк? Кто скажет? Абу Муса Ашари, а также Али ибн Абиталиб. Когда проезжали через Микад, что сказали? Сказали, мы вступаем в такой же вид Ихрама, в какой вступил Пророк. Потом, когда они доехали до Пророка, Пророк их спросил, какой вид хаджи вы совершаете? Или что вы конкретно сказали в Ихраме? Они сказали, мы сказали, мы вступаем в Ихрам так же, как вступил ты. Теперь получилось дальше. Абу Муса Ашари с собой жертвенных животных не вел. Пророк, что ему, соответственно, приказал? Совершить какой вид хаджи? Таматтур. Потому что так он приказал всем остальным сподвижникам. Говорит, Поэтому Пророк приказал ему выйти из Ихрама этого и вступить заново в Ихрам для совершения Умры. Это называется хадж Аттаматтур. Смотри, Али ибн Абиталиб вел с собой жертвных животных. Ему что Пророк приказал? Ему совершить приказал Аль-Киран. Поэтому Али ибн Абиталиб остался в своем Ихраме и не вышел из него. Али ибн Абиталиб говорит, Такой вид Ихрама является неразрешенным и неузаконенным. И говорит, Это мнение выбрал также имам Аль-Бухари, потому что он привел главу в своем достоверном сборнике, Глава о том, кто вступил в Ихрам во времена Пророка, в такой же, в который вступил Пророк. То есть этими словами имам Аль-Бухари на что указывает? То, что это было разрешено делать только во времена Пророка, только в прощальном хадже. Говорит, отсюда берется, что имам Аль-Бухари считал это разрешенным только относительно Пророка и сподвижников. Их довод и их аргументация, то есть аргументация при вере со второго мнения, на чем строится, что постановления тогда еще не были утверждены и не были установлены окончательно. А что касается сегодняшнего дня, то все постановления уже утверждены и различные виды Ихрама уже узаконены и ясны людям. Более правильное мнение в этом вопросе, то мнение, которому склонилось большинство ученых, что такой вид Ихрама разрешен, когда человек говорит, О, Аллах, вот и перед тобой тем хаджем или тем действием, или тем поклонением, в которое входит такой-то шейх, такой-то ученый, или такой-то человек. Вот это понятно или нет? Говорит, Потому что нет никакого довода конкретного, который указывает на то, что это было разрешено только сподвижникам и было узаконено только сподвижникам. Видишь, Али ибн Абиталиб и Абумус Аляшари приехали к пророку, и сказали, мы совершили такой вид Ихрама. Пророк порицал их за это или нет? За это их не порицал, но велел каждому поступить по-своему. У тебя животные есть? Нет. Знаешь, соверши хаджу таматто. У тебя животные с собой привел? Да. Знаешь, соверши хаджу тиран. И не указал им на то, что вступать в такой вид Ихрама является запретным. Далее.